Более двух с половиной тысяч ярославцев попались на удочку мошенников за почти 10 месяцев. Злоумышленники прибегают к разным способам обмана. Самой большой проблемой до сих пор остается доступ к персональным данным, с чем усиленно борются полицейские. Они еженедельно проводят рейды на веренных территориях, предостерегая жителей от опрометчивых поступков. Вместе с участковым по Ярославле отправился мой коллега Александр Захаров. Андрей Петров – старший участковый и полномоченный по Красноперекопскому району. С самого утра он отправился в обход по многоквартирным домам. С собой памятки о способах борьбы с мошенничеством, на вооружении и устная информация, которая поможет избежать обмана. Наверняка пользуетесь банковскими картами, интернет, какими-то там порталами. При обращении с вашими персональными данными призываю вас быть предельно внимательными. По словам жителей, подобные беседы приносят пользу. Однако злоумышленникам все-таки иногда удается обвести вокруг пальца своих жертв. На карточку прислали деньги, тут же пришло сообщение. Случайно перевели вам деньги, переведите их, пожалуйста, обратно. Ну, я как. И номер телефона, по которому перевести. Ну, я перевела, и все эти деньги, что были на карте, ушли. Сняли, то есть. Как показывает практика, люди учатся на чужих примерах. Да и сарафанное радио никто не отменял. Впрочем, листовки с информацией тоже приносят свои результаты. Наглядная агитация. Ну, и в средствах массовой информации больше. Да с живыми примерами. Вот бабушка, вот была такая, то-то, то-то, и вот она осталась без этого. Вот это, мне кажется, более действенно. По словам участкового, на удочку машинников теперь может попасться кто угодно. Злоумышленники постоянно оттачивают свое психологическое мастерство воздействия на человека. Основной критерий, как бы, жертвы мошенничества, это фактическое использование гражданином каких-то современных технологий. В частности, вот в сфере использования сайта госуслуги. Пытаются завладеть персональными данными, паролями, всяческими обманными предлогами. То есть возраст сейчас не имеет значения особого. Как и прежде, правоохранители считают лучшим способом защиты от мошенничества не сообщать посторонним свои данные и не разговаривать по телефону с незнакомыми, особенно на тему денежных переводов. Александр Захаров, Василий Мосин, Главные телевизионные новости.